Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здраво будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня поговорим? Мы с тобой уже о многом поговорили о разном, из чего состоит держава, об ее устройстве. Но я так понял, немаловажная вещь есть такая, чтобы каждый находился на своем месте. А вот это вот место, оно именно определяется предназначением человека. Или вот есть еще такая фраза, его варновая принадлежность. И вот мне бы хотелось с тобой обсудить вот этот момент и понять, вот есть понятие касты, понятие варны. Это одно и то же, или это разные понятия. И как вот эти понятия умещаются именно в понятие державы. Благодарю. Важный вопрос поднимаешь, важный. Качество человека, качество человека. Да, без этого нам никуда. Но давай для начала разберем, что же такое касты, что такое варны. Как ты думаешь, касты и варны нам вообще по каким источникам известно, где нам говорят, что они больше всего проявлены? Ну, я слышал по Индии такое понимание, что там вот есть даже каста неприкасаема. То есть, если ты родился в какой-то касте, ты вот всю жизнь там прожил и умер. Если тебе случайно повезло быть царем, то, соответственно, замечательно. А вот если чуть пониже, то до царя уже как ни пытайся, а не долезешь. Да. То есть, касты там – это принадлежность к какому-то роду занять? Да. Ясненько. А варны тогда что? Ну, вот там понятие про варны я толком не понял. А уже при нашем понимании славянства, я вижу, что тут это именно предназначение человека. Какое именно твое направление в жизни должно быть? Где лучше всего пригодишься? Хотя по некоторым источникам слово варна в Индии чаще применяют, нежели чем касты. В Индии не было, ничего сказать не могу. Поэтому будем отталкиваться от того, что нам известно. Итак. Каста и варна в державе. Каста с точки зрения славяно-арийских народов, славяно-русов. Я не просто так упоминаю слово Русь, Рус и Славянин. Мы с тобой уже разбирали, что это не есть одно и то же. Но если одновременно славяно-рус, то есть и рус, и славянин, славяно-арийским племенам относятся, то тогда все замечательно хорошо. Если только одно качество, то не всегда это бывает хорошо. Итак. Среди славяно-русов было принято такое понимание, как каста и варна. Каста относится к очень древнему представлению людей, собравшихся вместе для того, чтобы что-то делать, что-то производить. Другими словами, это некий профсоюз, если говорить современным языком, объединяющий не менее ста человек. Ка, помимо души, еще имеет значение объединение. Ста, ста, то есть сто. Ка, ста. Объединение ста. Когда вместе они создают некий коллектив, где живые души, живые люди, которые занимаются каким-то направлением. Каста кузнецов, каста ткачей, каста еще кого-то, еще кого-то, еще кого-то. И в этом случае, по всем нашим устоям, традициям, по кону, если мужчина относился к касте кузнецов, то он был обязан своим детям передать те навыки, которыми он владел. То есть, у нас запрета перехода в другую касту не было, но с одним условием. Сначала ты должен постичь базовый уровень мастерства своего родоначальника, то есть отца. И только после этого к совершеннолетию, не первому совершеннолетию к двенадцати летам, а к двадцати одному лету ты мог уже выбирать, кем ты будешь дальше и сказать «я хочу» и куда ты направляешься. Естественно, что в касте могли присутствовать и разные варны, о которых мы поговорим. В касте также могли участвовать, к примеру, кузнецы. Вот там могли участвовать в кузнечном деле разные представители этого направления. К примеру, есть кузнецы, которые просто подковы куют, большие. Есть кузнецы-оружейники, которые оружие хорошо производят. Есть кузнецы-ювелирщики, которые что-то мелкое производят. Есть кузнецы бытовые, которые не только подковы могут изготавливать, но могут изготавливать любую утварь. Есть кузнецы, не те, которые часто куют, а которые подготавливают оборудование для того, чтобы кузня работала. Ведь кузню тоже надо чем-то оборудовать. То есть это инженеры, которые изготавливают что-либо для кузни, проектируют кузню, строят кузню. Вроде бы и кузнец, но в то же время куют он крайне редко, при необходимости, чтобы что-то сделать в строительстве кузни. Как мы видим, в одной касте могут быть разные направления, связанные с этим делом, с этой профессией. К примеру, вот отец кузнец, кузнец-универсал, он своим детям показал, как создавать что-либо из железа, как с ним общаться. Дети выросли, один говорит, пап, я вот познал, что такое кузнец, но мне хочется ткачеством заниматься, я пойду заниматься ткачеством. Хорошо, сынок, иди. И он передавал своего ребенка в касту ткачей, просил, чтобы они обучили его ткаческому делу. Другой говорит, отец, я люблю ковать, но мне нравится не просто так ковать, а мне нравится создавать какие-то красивые вещи, украшения, розы, калитки, кованые, ну что-то такое вот, чтобы душа радовалась. Хорошо, будь таким. Другой говорит, мне нравится ковать, но я чувствую себя воином, ратником, и я, пожалуй, пойду в дружину для того, чтобы там быть кузнецом, а заодно и ратному делу подучусь. Хорошо, сынок, иди. И так далее. То есть каждый выбирал свой путь. Кто-то просто кузнечным делом занимался, а кто-то занимался творчеством, а кто-то занимался военным направлением, кто-то еще где-то. Кстати, тот, который ушел, к примеру, в касту ткачей, тоже там мог заниматься, кузнечным делом, он же владел кузнечным делом, и там он мог изготовить быстро какие-то вещи необходимые для того, чтобы они в станках применялись, станки, чтобы хорошо работали. То есть взаимосвязь была между кастами, не было какого-то жесткого ограничения, не было запрета перехода из одного в другую касту. Но всегда отец обязан был научить своих детей тому умению, которым владел сам. Вот это самое главное. По касте есть вопросы какие-то? Нет, я думаю, можно уже переходить к варнам. А вот варна, от слова варить, сварганить, сварок, варево, это то, что объединяет, кипит, бурлит, некий замес, который готовится, что-то собранное вместе. И это все идет от божественного. То есть некое божественное предназначение, которое человек обязан выполнить в этой жизни. И по этому предназначению ему даются некие инструменты тела, мозги, какие-то качества душевные, духовные, для того, чтобы он при помощи этих инструментов, развивая и совершенствуя их, достиг цели, поставленной в его жизни. Вот это есть варна. Причем не обязательно, что в варне жрецов вдруг родится жрец. Может там родится и витязь. Может там родится и весть. И не обязательно, что среди вестьей обязательно должен родиться весть. Там может родиться тот, которому предназначено стать жрецом. Не всегда это проявлено однозначно. Не всегда это случается. А вернее, скажу так, в древности это случалось достаточно редко. Потому что если ты родился в этом, значит тебе необходимо познать все из этого. Да, в следующей жизни у тебя будет новый этап развития. Но, как правило, оно вот так вот было приязано. Плюс ко всему, варны современные и варны древние отличаются, исходя из условий жизни. Вот то, что я сказал, что редко переходили, это относится уже ко временам мракобесия. К временам вот этого вот горшечно-глиняного устройства бытия, то есть средневековья. В древности, поскольку ни один круг жизни человек мог жить, он мог за свою жизнь проходить чуть ли не все варны. Но мы сейчас говорим про современность и про то, что нам больше понятно. Вот эта оговорка очень важна. Поэтому ведущие люди, не кидайтесь на меня, я говорю про вот это вот, начиная от горшечного века и к нашей жизни. Если человек не понимает, кто он, то в этом случае он будет делать вещи, какие-то деяния и получать результаты, которые ему не нужны, которые не предусмотрены его жизнью. И от этого он будет страдать, болеть, переживать. Он не будет себя чувствовать в своей тарелке. Поэтому необходимо, чтобы человек осознал, кто он, понял свое предназначение и после этого он уже выбирал дело, подходящее по его предназначению. Вот что такое Варна и вот что такое Кастер. У меня еще интересно, когда Кастер, слово, образ такой костяк, то есть это вот именно собранные подобные такие структуры, которые вместе составляют костяк. И когда ты начал говорить, что это профсоюз, то да, это действительно похоже на вот это. То есть слово даже образ несет такой похожий. аварно, да, действительно, это вот ты получается пришел с какими-то определенными приправами, так сказать, ингредиентами. И тебе надо за эту жизнь изготовить из того, с чем ты пришел, такое вот готовое блюдо, так сказать, которое тебе на пользу пойдет и твоему там роду и выше. Такие образы. Хорошие образы, согласен с ними, да. А теперь давай тогда еще продолжим, потому что мы быстро как-то это все разобрали. Получается, давай вернемся на нашу, как говорят, ну, не грешную, но на сегодняшний момент. Что мы видим на сегодняшний момент? На сегодняшний момент мало то занимается тем, чем бы он хотел заниматься, вот, как назвать-то, чего ему тянет душа. В основном это вот школа пытается выучить, чтобы в итоге из человека получился такой винтик, который куда-то воткнуть и чтобы он служил, послужил, послужил, а потом, когда он придет негодность, его выкинуть и на его место новый винтик воткнуть. А то, что там человеку будет хорошо или плохо, об этом даже никакой речи нет. То есть, по сути, получается, за тебя, я вижу, никто ничего делать не будет. Тебе надо именно самому начинать разбираться. То есть, во-первых, мы вот эту структуру, скорее всего, с тобой показали, рассказали, это для того, чтобы ты мог видеть картину целиком и понимать, ага, в общем, она вот такая, но у меня есть качество хорошее. И я вот на этой картине могу быть замечательным листиком, например, здесь, или веточкой. Ну, я так образно говорю, но, в общем, получается, каждый человек должен самостоятельно себя постигая понять, а что у него дается лучше, а к чему у него, как это говорит, стремится душа. А дальше уже именно вот попробовать вот этим навыком так в жизни распорядиться, чтобы совесть у тебя была чиста, и помимо того, что ты будешь этим навыком себя радовать, еще польза была и семье, ну, и выше. В смысле, поясни, как ты считаешь, это так или не так, а то я так не сказал. Именно так. К этому мы всех пытаемся подвести, не настаивая на этом, не заставляя кого-то это делать, а именно с точки зрения здравомыслия осознать, что именно так необходимо жить. Без осознания себя вы не сможете достичь того, ради чего пришли в этот мир. Только так. Ну, еще вот моменты тогда давай тоже дальше продолжим. Ладно, мы выбрали наше предназначение. Ну, на данный момент, допустим, люди посмотрели это все, послушали, но у них же уже есть какой-то багаж накопленный жизни, который они прожили. И многие прожили, боюсь это сказать большинство, тут слово вставит, но скорее всего ближе к этому, большинство наверное прожили, ну, не понимая толком чего, куда и почему. В итоге получилось, что затрачено большое количество времени на какую-то специальность, которая тебе плохо, она тебе не нравится. У тебя есть семья с человеком, который почему-то любит смотреть например сериалы или там болеть за футбол, если другая половина, у которого какие-то другие интересы. И когда ты с таким человеком начнешь заговаривать о том, что давай-ка там девять детей заведем, то может тоже как бы пойти это все не в ту сторону, куда бы ты хотел. Помимо этого ты упоминал, что на обсуждение каких-то вопросов важных в общинах и выше были представители, которых уже взрослые дети. и я вот тут вижу все-таки штуку такую, которую все-таки мне интересно, что ты скажешь. Видать, сейчас в такое время мы пришли, что да, понимание, как все устроено, это важно, это нужно, но начинать придется нам себя. Если другие твои родичи предпочитают жить пока по-другому, то соответственно твоя задача стать именно тем родичем, который начнет потихоньку пробуждать свой род, выводить из того его морока, в котором он был, то есть из тех заблуждений и вести уже в правильном направлении. Да, пусть пока у тебя там не девять детей и твоя половинка какое-то другое направление смотрит, но ты можешь своим примером улучшать свое здоровье, правильно организовывать семейный достаток семейную жизнь и правильно взаимодействия с людьми, они к тебе будут все тянуться за советом и ты растя сам будешь растить вокруг себя сначала семью, а потом выше, выше, выше и вот так потихонечку из наших вот таких пока кажется маленьких таких светлячков, которые только-только просыпаются и возникнет вот то, что чуть попозже можно будет смело называть державой. Вот ты как на это смотришь? Смотрю на это положительно и вижу, что ты говоришь правильно. Теперь как это сделать? Во-первых, нельзя никого заставлять жить счастливо. Бесполезно кого-то дубьем загонять в светлое будущее. Можно только самому стать чистым, разумным и другим людям своим примером показывать, как быть и как жить. Если человек желает жить по нашим устоям, то в этом случае ему необходимо для того, чтобы было проще объединиться с другими людьми, которые хотят жить по этим конам, по этим устоям, по конам, и тогда все будет хорошо. Не надо создавать с родственниками, которые еще не проснулись, какую-либо общину. Человек с рабским представлением о жизни будет искать себе хозяина или конкурента в этой общине. Об этом мы тоже уже говорили. Поэтому проще всегда найти соратников, которые также хотят жить по совести, в ладу с природой, свято чтить своих великомудрых богов и предков. Если это не сделать, то тогда будет очень тяжело 9 или может быть 16, а может быть еще больше человек воспитывать. Только общинное взаимодействие, общинный труд, совместная переработка продуктов, совместное их распространение, хранение, взаимопомощь способны людям помочь в этом вопросе. Способны дать каждому человеку то, что ему нужно в жизни. И если таких общин не просто тех, которые ходят хороводы водят, это еще не община, а тех, которые занимаются трудом, таких общин будет много, то в этом случае тогда и детей там будет много, и детей не просто каких-то из подворотни, как котят, которые непонятно зачем народились, типа по залету, а детей таких настоящих, которые будут понимать смысл этой жизни, именно такие будут приходить к людям осознанным, осознавшим, как надо жить. Так вот, когда таких детей будет много, через 20 лет вы увидите, как будет меняться мир. Как будет меняться мир. Но для этого недостаточно сидеть под деревьями, недостаточно водить хороводы, надо заниматься жизнеобеспечением. Как это сделать? Если есть вопросы, я могу вам рассказать. Просто так распыляться направо-налево смысла нет. Вот когда вы захотите этим заниматься, тогда я вам расскажу. И найдутся те, которые вместе со мной вам об этом расскажут. И покажут, и помогут. Моя задача в данном случае на первом этапе просто донести то, что я ведаю, донести вам, чтобы вы задумались. Первое это осознать, второе принять, и третье начать делать. Вот мы сейчас находимся только рядом с первой стадией, рядом со стадией осознания, а здесь просто пока слова, слова, которые рассказывают, как что устроено, зачем это все устроено, и что с этим делать. Вот пока мы еще даже к первой стадии не подошли. Надеюсь, что скоро придем. Надеюсь. Да, всему свое время, поэтому мы только называем «Сажаем семена». Но я рад, что я познакомился с тобой, что есть такое замечательное радио, и мое мнение, и мое видение, что как раз это радио может помочь людям именно связываться между собой для того, чтобы соратников становилось больше, чтобы возникали общины и выше, и выше, и возникла наша держава. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным, и тебе, Алексей, за пояснение интересной беседы. Я с тобой согласен с тем, что радио это всего лишь навсего объединяющее какое-то явление в нашей жизни, которое доносит какие-либо знания от людей, которые приходят на радио которые что-либо говорят, показывают и так далее. Мы свою функцию донесения оставляем, никуда мы от этого не уходим. Но без соратников, без помощников развиться в этом направлении тяжеловато, нужны соратники. Какие соратники вы уже слышали, наверное, в наших предыдущих передачах. Радио также готово заниматься поиском друг друга. Есть мастера, которые готовы поделиться, есть общины, в которых нужны эти мастера и их знания. Я знаю, как сделать так, чтобы мастер не нуждался в деньгах и чтобы община тоже не нуждалась в деньгах. Чтобы и община что-то производила, и мастера жили счастливо и продолжали дарить людям свои знания. знаю, как организовать общины для того, чтобы они жили по совести ладу с природой. Я думаю, что не только я это знаю, но еще раз повторю, если вы хотите, чтобы это было, то в этом случае найдутся и те, кто это сделает вместе с вами, кто поможет вам в этом разобраться. Радио это объединяющий стержень, который позволяет многим найти понимание, как лично своей жизни, предназначение свое, так и понимание общинности, державности. Поддерживая радио, вы создаете общину, вы создаете предпосылку к образованию державности. Вот это надо понять. Поддерживать радио можно всеми возможными способами, об этом мы уже говорили, в том числе непосредственным участием в его жизни и деятельности. на 7 я хочу с вами проститься, прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. С вами был Народнославянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добру. И лети ты на крылатом коне Русс далекие тысячи летья Русс Русс и Продолжение следует...